Золотая полетая рощ 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 Сердце ядам земли Кто это? Кто? Мужик. Вот тащили, да не дотащили. Что это? Не видите, что ли? Запороли вот до смерти. За что? А за то, что землю свою пахал, что дышать хотел, что дети голодали. Ну-ну, ты кто? Мужик. Зовут как? Кто приказал сечь? Старый князь приказал. Да-а-а! Постойте! Что такое? Крепостное право отменено. Кто вам дал право сечь крестьян? Это кто? Я бессарабец. Я никому не позволю сечь людей. Вы полагаете, что я не имею права пороть моих людей? Константа! 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 Ох! Извинила! Я еще скручу у тебя голову, бунтовщик. Храбрый дворянин, арестуйте его. Десять на одного, ты бы повстречал за мной один на один. Субтитры создавал DimaTorzok Мое почтение. Порфирь Иванович, здравствуй, здравствуй. Здравствуй, хозяюшка. С приездом, Григорий Иванович. Я сейчас на рот скликать буду. Эй, хлопцы, сюда, галота. Атаман Котовский галотанных скликает. А что, есть у вас, Якименко? Есть, есть. Это самый Якименко и есть? Да, да. На тебе, Якименко. Попеску Порфирий. Порфирий Иванович, возьми. Так это же наши долговые расписки. Драгуны! 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 Эх, выноси, Рангайя! Просыпную! В лесу встретимся! Драгуны! У-у-у-у! Держу. Меня раздражают эти позорные страски. Целая губерния боится одного вора. Осмелюсь заметить, Александр Степанович, Котовский не вор. Он все раздает бедным. Как сказано в священном Китании, все, что имеешь, отдай нищим. Котовский опасный, но достойный человек. Вор, негодяй и бандит. Повесить бы его, и чем скорее, тем лучше. Всем червей. Он будет повешен. Ах, вы столько раз ловили и упускали его. Дмитриевич, я, господа, полагаюсь на себя. Пусть он только пожалует ко мне, уж я угощу его на славу. Представьте, появляется Котовский, руки вверх. Ну, руки я, конечно, поднимаю, пистолет, я тут уж не помогу. Но в ножках моих столов находятся кнопки новейшей сигнализации. Я нажимаю кнопку ногой, раз, и господин Котовский готов. Ноги на стол! Я Котовский! Ну! Сударь, на сей раз я вас не выброшу в окно. Я приехал к вам по делу. Предъявите векселя и долговые распитки. Я плачу крестьянские долги. А вы, блюститель закон, соберите у них все деньги, а не украден у бедняков. Живо! Презент! Разойтись! Собака! Ну, моли Бога, чтобы со мной не встретиться еще раз. Бросьте его! Пошли! Я еще найду тебя, холоп. Пошли! Хэй, хэй! Туй! На, на, на! Ой, гляди, как роща! Роща! Так кто ж наши распитки? Хлопцы, самое главное, спасти вас. Айда в разные стороны. Горь Иванович, я-то выкручусь. Васька, прощай. Григорий Иванович. Стой! Сюда со мной! Поехали! Оместись! Храни Тебя Господь, Григорий Иванович! Я знаю, он здесь! Поджигай хлеба! Я знаю, он здесь! Поджигай хлеба! Поехали! 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 Вы хотите доказать, что ваша деятельность носила не уголовный, а политический характер. И в то же время никакой политической организации вы не принадлежали. Да, я сжег вашу царь. Я гнал помещиков, уничтожал. Я мстил, как Гайдук Кудрян, как те безвестные лесные братья, которых ваши трусливые предки тоже называли разбойниками. Не притворяйтесь наивным, подсудимый. Уж вы-то хорошо знаете, кого называют разбойником. Конечно, знаю. Это Брензовец, распухший от посталок на армию гнилых сапог. Это Каракозин, который все пожирает и, как библейская корова, остается тощим, как обобороны. А вы чего смеете? Господа! Погодите! Вы еще меня насмеете? До слез! Безобразие! Прекратите ваши демонстрации! Перейдем теперь к обстоятельствам вашего последнего побега. Из материала дела видно, что вы бежали из этого же зала суда. Как это могло произойти? Я стоял вот тут, на этом самом месте. Один караульный стоял вот здесь. Прекиньте поближе. А другой караульный стоял как раз за моей спиной. Я сначала сделал так. Потом... Так! Потом так! Потом так! Вот с тобой! Вот с тобой! Да вернете его! Держи его! Держи его! Горей! Горей! Ты что же выравнишь? Сам по отцу уходить хочешь? Бежал на нарок голый бося. Проиграл в бру и стос. Данитки, данитки, данитки. Данитки. А как вспомню на бану, где карта, водка и вино, и шмары, и шмары, и шмары. Я как вспомню старину, как первый раз попал в тюрьму. Господин Акоман, я вас прошу, как же я буду ходить? Ножками на нары, на нары, на нары. Еще. А теперь, сижу в тюрьме, не светит больше солнца мне. Очко. Как ему везет. Если бы это не Загар, я б держал подозрение, ли он чисто играет. Эх ты, что ты чудар. Как же я покажусь. Не распрощай. Купер-блатованный пинжак. Детенька. Ишкары, ишкары, ишкары. Послушайте. Господин научный профессор. Мы имеем сведения, что вы очень любите справедливость. Так не находите ли вы справедливым, что ваши колеса, то есть, простите, ваши ботиночки, будут нашим. Эй, болван, отвечай, а то слабочишь по морду. А ну, делай на камне походку. Тебе же таман зовет. Ну? Не троньте его. Витенька, тут в камере был какой-то шум. Кто-то что-то сказал, и мне показалось. Вам показалось. Хорошо. Я сказал, не троньте его. Что такое? Этому молодому человеку просто надоела жизнь. Ну что ж, мы ему можем помочь. Готовский. 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 Извиняюсь. Топот! Обязать мальчика! Так это вы и есть знаменитый Готовский. Да, я Готовский. Жалко. А что жалко? Жалко, что такое великолепное силище, а по мелочам себя растрачиваете. А-а-а, понимаю. Вы, наверное, из тех, что при помощи кружков, лекций, кистовок. А я активный мститель. Я чернилам кровь предпочитаю. Двенадцать лет каторги. А у вас что? У меня пожизненное. Ну, за помощь спасибо, Готовский. Только за меня вы напрасно беспокоились. Я, видите ли, кузнец. Правда, грудь у меня не важна, но рука ничего. Послушайте. Что же сделали вы? Выходит, я им опасен. Ты знаешь, что, Готовский? Мне кажется, что в глубине души ты сам не веришь в свою борьбу. Что? Не веришь и только боишься себе в этом признаться. Я боюсь. Ну, устроишь ты десяток другой фейерверк. Ведь тебя ж опять схватят. А я опять убегу. Я тысячи раз из тысячи тюрем убегу. Чтоб минуты спокойно нежить. Чтоб гнать всем лету сбор. Другие яиц. Других уничтожат. Один. Всех. А полиция? Армия? Господин Котовский. Все готово. Только свяжите меня покрепче. А то сами сдадите. Видал? Видал. Полицию я просто куплю. Все, это так же. Да так. Возьму в банке полмиллиона и куплю всю фессарабскую полицию. А дадут тебе? Да прошу. Слушай, Котовский, вся судьба, все будущее России решает сейчас. Народ почувствовал свою силу и нужно прийти к нему. Поставить перед ним задачу. Цель ему указать. А ты? Что ты можешь предложить народу? Ограбить еще банк? Убить десяток другой полицейских? Не только. А вся проклятая жизнь как вышел. Знаю. А я тороплюсь. Я жадный. Мне некогда. Ты думаешь, я не знаю, что рано или поздно они покончатся со мной? Ну, умирай, а убивай. Вот как я думаю. А мы верим в победу справедливости на земле. Верим. Ну да, через тысячу лет. Раньше. Ну, через сто. Гораздо раньше. И мы это делаем. Кто это? Мы. Большевики. Господин Котовский, торопитесь. Ну, прощай. Разные мы с тобой люди, Ефим. Но чем-то ты мне понравился. Может, не увидимся. Увидимся. Придешь и спросишь, что делать, товарищи. Прошу встать. Суд идет. По указу его императорского величества. Военно-окружной суд, рассмотрев дело по обвинению Котовского Григория Ивановича, происходящего из мещан в Бессарабской губернии Кончерского уезда, лишенного всех прав состояния, ранее осужденного к 12 годам каторжных пробок, совершившего 2 января прошлого года побег с каторги, приговорил Котовского Григория Ивановича к смертной казни через повешение. Котовского Григория Ивановича к смертной казни через повешение. Ну что, Ефьюк, уже все сделано. Нет, Григорий, мы только еще начинаем. Вот, Ваше превосходительство. Вы вступили в пределы нашей прекрасной Бессарабии. Она будет Ваша, по милости, Сейна Магестеть, им Кайзер и Кёниг. И от счастья по моим милости. Румыния очень признательна Вашему превосходительству. И румынская армия... Румынская армия, прошу не мешать, меня работать. Армию в брацистку. Довол. Стелуги мы с ним. Довол. 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 Господа, помещики могут продолжать движение. Безопасно. Вероятно, этот фрешивый прусак пел совсем по-другому в Карпатах, когда его гнали русские войска. Ты не очень устал, отец? Через полчаса мы будем дома. Неизвестно, как встретят нас наши холопы. На коленях. Или на виселице. Я полагаю, отец, что это все равно. Щитой! Щитрей! Щипатру! Щитинь! Они своевременность, сдача протопольствий для германской оккупационной армии. Расстрел! За задержка налогов румунской оккупационной армии. Расстрел! Фок! За задержка работа в действии для германской оккупационной армии. Сделано! Расстрел! А ты, Синька, вот она какая! А ты, Синька, ух, безжимая! А ты, Синька, пляж не поет! Поцелу и раздаёт всем, кто в тело живёт! Па, 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 что мы будем делать? Когда достану зимний холода, Когда-то у тебя нет теплого, Точка, у меня нет зимнего холода! Поцелу и раздаёт всем, кто в тело живёт! Я шумикат, но спят в собакушке! Я адресу займам Рускина, Ничего я не верна, кроме денег и вина! Па, 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 что мы будем делать? Когда достану зимний холода, Когда-то у тебя нет теплого, Точка, у меня нет зимнего холода! А ты, Синька, вот она какая! А ты, Синька, не живая! А ты, Синька, пляж не вина! Да, пройдёте всё равно по телесу, в доме! Генерал обещал мне сделать Одессу вольным городом! Ну что ж, это правильно! Вроде Гамбурга, да? Одесса, международный порт! Ура, господа, ура! Господин Загарин, я вам давал заработать! Теперь дайте, и вы мне заработаете! Да! Мы интеллигентные люди! Вот мои деньги! Вот ваши вагоны! Благодарю вас! Пожалуйста! Крошка! Хорошие дни переживает наша Одесса! Да! Одесса переживает весёлые дни! Григорий Иванович, пойдём, ага! Слушай, а тебе точно сказали, что здесь? Точно? Тогда пойдём! Ура, ура, ура! Котик! Сей минут! Ефим! Ефим обслуживает господ офицеров! Если позволите, я вас обслужу! Что прикажете? Волочки-закусчики, получили свеженькие пальцы! Но заказывай, чё? Семь минут! Семь минут! Семь минут! Вон! Вон! Ох, здорово! Ночью на кладбище строгая Только лишь месяц зайдёт Крошка-малютка безногая Пыльной дороги ползёт Пыльной дорогой ползёт Кам! Как служишь? Что подаёшь? Куда сажаешься? Свой беспокойственный... Куда сажаешься? Я тебя сбрасываю! Крошка-малютка! Отдельный кабинет! Как приказ нашелся? Семь минут, пожалуйста! Это братья! Да, а? Чёрт знает, что такое! Крошка-малютка! Крошки, спокойный! Чёрт знает, что такое! Крошки, для сэна ручил! Семь минут, пожалуйста! Паслушали, ребят! Крошка-малютка! Раскушаем! Кто это, Фраер? О, это Писарабский помещик. Вчера в бильярдной восемь тысяч оставил. Ай-яй-яй-яй-яй! Так-так-так-так. Кто это? А, да. Ваше свяжество, прошу. Вот это так! Ха-ха-ха! Боженька! Ласковый Боженька! Ну что тебе? Уж давно! Не могу больше, не могу! Крупом немцы, румыны, помещики, офицерьё! Знаю, всё знаю. Врядцы нужно, Григорий, врядцы. Дай мне оружие. Печеть и глянуть, я расчищу их так, что они у меня дорогу забудут, по которой пришли сюда. Мне нужен небольшой, но подвижной отряд. Это моя старая мечта. Человек пятьсот, не больше. Но каждый герой, как молнии, перебрасываться с места на место и крамить, крамить, крамить. Понимаешь? Это я понимаю. Вот ты за свою бессарабию кровью обливаешься. А у меня счёт побольше. Я драться хочу за всю Россию. Вот ты за оружие пришёл, а я говорю, мало тебя одного оружия. У тебя пламя нет? Перспективы нет. Ведь вот что тебе нужно. Сколько тебе человек? Да маловато. Да. Пятьсот сделаешь? Сделаю. Так. Ну, если комитет разрешит, я пойду к тебе, комиссар. Вместе будем создавать отряд сильных, смелых, бесстрашных. Ты это серьёзно? Серьёзно. Я знал, что не зря туда идём. Ага. Что это за сила в тебе, Ефим? Всё делаешь просто, а вместе с тем основательно. А это партия делает, Григорий. Партия. Она не только мир переделывает, но и создаёт людей. Ну, Палабин. От имени комитета назначаю тебя командиром бригады. Почему бригады? Сколько у тебя людей? За 70 ручаюсь. Но зато красиво и для страха. А кроме твоей тебе лета, комиссар, бригады. Ха-ха-ха. Ну, ладно, пусть будет бригада. И людей мы подберём тебе настоящих. Эх, Григорий Иванович, да чего здорово будет, а? Ну, есть ли таких, как он? А, да нет, лучше, чем я. Да вот, например. Песня. 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 Кто это? Доктор. Так много. Песня. 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 И не дышать не дадим. Песня. Спокойтесь, куда же вы? Или, как, так? Надо найти избу и перенести. Ранят. Или, как попадут в украй! В출ку. Олет, она приятно. Вот. Не дышать не дадим. Факт-сово! А в тяжестью во рву некошенном Лежит и смотрит, как живая В летном плотке на госы брошенным Красивая и молодая Ну, что, поймал? Нет, опять ничего Лидался с южной группой? Ничего Что ж ты думаешь делать? Гимнастику Послушай, Гартовская Отставить, передаваю эфир 45-я пехотная дивизия, разгромив противника, вышла к Мухановке Какая дивизия? Витая, вешая, хорошо споряженная Дальше Доблестный кавалерийский дивизион Харитонова Стремительным рейдом, разгромив силы Завершил полное окружение круг неприятеля В районе Тепелю Я разбил? Кого? Когда? Ты можешь шутить в тот момент, когда Бригад в окружении? Окружение, комиссар, это наполовину психология Я предпочитаю этой психологией Поделиться с противником Передавай, передавай Да, но чем ты подкрепишь свои фантазии, когда у нас не дивизия, а горстечка измученных людей? Ну разве Харитонов не стоит нескольких дивизий? Вот ты их и заменишь Возьми всю конницу батареи папаши Стукалина Обойди овраг справа и крепко ударь по затылку Ясно? Безусловно Суворов Продолжай Вы контурины? Бывало, шла походкой, чем мыл Слушайте, вы, вот что я вам скажу Вы здесь здоровый, как бык Занимаетесь черт знает чем А у меня раненые Обливаются кровью Мне изба нужна А я одна ничего не могу добиться Меня никто не служит Вы перестанете проседать или нет? Ой Не позволю Ну послушайте Не слушать вас не хочу Я требую немедленного письменного распряжения Чтоб все мои указания выполнялись беспрекословно Чтоб мне была дана чистая изба, полотенца, кипяченая вода Приколи вам Муха, проклятые обоздики Всю атаку смяли Слегли И вся цепля лежит, как мертвая И огонь Огонь, Григорий Иванович Действительно нельзя головы поднять Вот тут барышня первый раз под огнем Ей простительно А ты что истерики заказываешь? Аня! Честь, Даня! Подожди изба! Подпишу все что угодно Только бумажками у нас тут авторитет не заработаешь Занимай в эту избу Все Вставайте! Вставайте, мать! Вашу душу так! Ватаку! За мной! Ура! За мной! Ватаку! Ура! КОНЕЦ Послушайте, предлагаю вам руку и сердце. Вы мне подходите. Вы, вы, выиграли сражение. Но это вовсе не значит, что вы подходите мне. А у Самсона была борода или нет, я спрашиваю. Словом, не сдавайся, хлопцы. Ты хочешь конников в пехоту превратить, да? И откуда она такая взялась, а? Не сдавайся, слышишь? Ничего, ничего, стригите, брейте. Ну что это за борода у вас, а? Ну что это такое? Что она ко мне привязалась, брат? Что еще нас мешки строит всякие? Давай сюда, командир, и точка! Да не похабались от нее! Командира зови! Тихо! Тихо! Григорьевна! Товарищ каприг! Ну! Вырубай! Расстреляй меня, но я со свельчерка! Определенная контраст! Командиров на пушку взяла, и всех по эскадрону на отправили как бы в баню. Да нехай бы в баню! А то ведь как овец всех поголовно режут! Говорите, боши! Да что мне, боши! Что я из-за этого буду всю свою мужскую красоту портить? Не бывает! Несчастную пешку там всю поголовную же порезали, но кавалерий еще отбивает. Да, передай ей. Ага, боши! Обхожу, боши! Я бы сейчас, чтобы твари не было. Вы бесстрашно бросаетесь сквозь. У вас в руках винтовки, шашки. А в это время невидимый враг косит в ваши резы страшнее поливерсовых пушек. Цепняк, пши, это тот же враг. А мыло, ножницы, это такое же оружие, как шашка. Ихай, больные клещи, а второго не трожь. Вот вы, например. Не трожь, говорю, а то побрею. Ну чего я испугался? Я говорю, уж очень у вас красивые чувства. Ну и ладно же. А в походе ни баня, ни ухода. Да в этой метелке, черт знает, какая зараза, ты из-за нее голову потеряешь. Ах, ты контра! Понят, что? Гляди, товарищ комбриг, голые болваны. Ох, сукин ты сын! Это я, голый болван? Бойцы! Я калечу, а она лечит. По всем медицинским вопросам она такой же комбриг, как и я сам. И даже выше. Стреки под Котовском. Решать нужно сейчас, немедленно. Иначе немцы поймут, что нас мало. Ну, комиссар, советуй. Что делать? Взять белую церковь. Три атаки отбил. Уделено самое главное, внезапно. Они точно ждут меня в том месте, где я появлялся. А чему ж тут удивляться? Они стали умнее. Они изучили каждый твой шаг, каждый твою повадку. Ты их побил три раза, а в четвертый они сами на тебя божили. Значит, Григорий, нужно менять тактику. Ха! Менять тактику? Это тебе не фокус погаду. Это война. Война и не последняя. А ты полководец, генерал. Ты что ж думаешь, тебя в шутку назначат командиром бригады? Нет, это не шутки. Будь добр, оправдай доверие, которое тебя оказали. И прежде всего думай, думай. Напрягай мозги так, чтобы голова трещала. Вы ищи решение. Иной, что делать? Сядь, белый черт. Учитесь у этот русский генерал Котовский. Наступать неожиданно. Командир. Сядь, белый черт. ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ и держит! Понял? Готовцы! Спокойно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диким! Доктор! 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 Ефим, смотри, вот она, Белая Церковь, наша, я ли ее? Вот, Григорий, будет в твоей бригаде одним коммунистом меньше. Что? Подтяни, пожми мне руку, да так, чтобы кости хрустли, ведь у тебя железная рука, ну, ну. Кончилась моя рука, дайте мне болевую сумку, надо, там рекомендации, партию. Тебе нужна железная рука? Вот, это не ослабеет. И не подведет. Ефим, спасибо. И будет теперь мистка Довская, сам себе комбрих и комиссар. Григорий Иванович. В Гончаштах, в Бессарабии, знаете, как опускаться в долину, в заводик, потом в подъем в гору, на повороте крест. Чем выше поднимаешься, тем больше за холмом появляются маленькие домики. Все в зелени. И родину я потерял. Григорий Иванович. Был у меня единственный друг, больше, чем друг. Был Ефим. И друга я потерял. Понимаю. Зажар, вы больны. Чепуха. Здорово, мы еще будем в Одессе. Мы еще будем в Гончаштах. Вот так обрадовали для первой встречи. Вот обрадовали. А я долежал и думал, что моя бригада воюет. А бригада... Григорий Иванович, ты бы лучше выругал меня, ей-богу право. Зачем же я буду ругаться? Я, наоборот, тебя к ордену представлю. За геройское отступление на заранее подготовленные позиции. Так что ли? Да не виноват он, Григорий Иванович. А белые разгадали маневр. А почему разгадали? Как могли разгадать? Пою ведь по старинке, как бог на душу положит. Тяп-ляп, вот в дураках и остались. Да ведь, Григорий Иванович, мы в академиях не обучать. Зачем квалишься, дурак? С щелапким хлебаешь и доволен, что тебя к ложке не приучили. О, гадость. Ну, мы пойдем, Григорий Иванович. Нет, зачем же, посидите. А то ведь я вас, Григорий Иванович, целых две недели не подпущу. Так ведь мы же не говорили о делах. Ну, разве так самое мало? Мне все равно. Только ведь ты кричал. И, по-моему, здесь даже кто-то курил. Ну, до свидания, Григорий Иванович. До свидания, Григорий Иванович. Только вот все. И все равно говори. Так вот, я сообщу штабу фронта и буду требовать резервов для наступления на Одессу. Что? Что? Резервов? То ведь у белых-то 30 тысяч солдат, ну? А у нас 500 конников. Ах, вот как! Высчеты! Подсчитали! Арифметикой занимается, это хорошо. Только сейчас больше нужно. Больше! Сейчас алгебра нужна. Сейчас высшая математика стратегии нужна. Григорий Иванович. Ты видишь, я занят. Ты говоришь, у белых 30 тысяч солдат, а у нас 500 человек. Что ж, с точки зрения командира эскадрона, ты прав. Но война это не только рубка. Война это учет. Учет сил. Учет психологии. Учет местности. Учет возможностей. Риска. Учет политического эффекта. Вот что такое война. Сапоги. И за сёк. 30 тысяч. Чего? Солдат. Нет, это уже не армия, а вороний корм. Стало быть, уже не 30, а так в лучшем случае тысяч детей. Какие же силы у нас? 500 клинков. Да каждый из наших 500 бойцов, силен и вынослив, как чемпион французской борьбы. Воспитан, как настоящий герой. Каждый знает, за что он бьется. Каждый видит перед собой Одессу. Мечту армии. Мечту тоже нужно положить на счеты. 500 таких бойцов, это уже не 500, а 5 тысяч. И это еще не все. У нас есть в запасе нахальство, внезапность, стремительность удара, при которых всегда двоится в глазах. И получается уже не 5, а 10 тысяч. Так-то ну так. Да так. И запомнят на будущее время, что воевать нужно уметь, что побеждать нужно не количеством, а умением. Кто это сказал? Не знаю. Иди со мной. Вот. Пока не выучишь наизусть, командованию не допущу. Понял? Понял. Шашку! Суворов. Наука побеждает. Значит, ты предлагаешь, Григорий Иванович... Я предлагаю идти на Одессу. Горя! Григорий Иванович, товарищ комприк, срочный пакет штаба армии. Ага. Та-ха. Повторяю. Правильно. Приказываю, атаковать Одессу. Мы отрезаем им пути к отступлению. Держим их с тыла и всех до последнего отдаем главным силам. Почта! Провняй! 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 Неграда сильного! Провняй! Провняй налево! Нелево! Иди в руку, слышащий, спалю, слышай! Провняй! Товарищи кабачери! Товарищи кабачери! Отдельная бригада по вашему приказанию выстроена! Заместитель командира бригады Кабанюк! Бойцы! Родные мои! В вашем лице В вашем лице Товарищ Кабанюк, я целую всю бригаду! Казовцы, орлы мои, вы прошли огромный тяжелый путь. Вы дрались как герои, как львы, и нет на Украине немца. Осталась белая, зеленая и прочая сволочь. Что ж, прикончим? Да! Каландование приказывает нам идти на Одессу. Теперь вперед! Только вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну-ка, проверь последние телеграммы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принимай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одесса вызывает раздельную. Давай принимай сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Котовского южнее Березовки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приказываю организовать оборону станции Березовки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опоздали немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Генерал Шевченко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если будешь сомневаться, пошли его точно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, минуточку внимания, господа. Наши шутники распустили слух, что пресловутый Котовский через три часа будет в Одессе. Однако, уже прошло три часа, а Котовский, как видите, вместе с тем, генерал Шевченко поручил мне сообщить вам о крупной победе нашей армии. Банды пресловутого Котовского, возымевшие цель напасть на Одессу, разгромлены. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сразу заняться не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, все в порядке. Продолжаем наш концерт. Солист императорских театров Михаил Мортхен. Прошу, маэстро. Заловес. Партию фортепиано, прошу. Господа, концерт можно сказать о комбинах. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я должен извиниться перед вами, господа, что нарушил ваш праздник. Но я не виноват, видите? Вашей Одессы больше нет, господа! Ведь наша Одесса — советский рабочий город! Стать! Я приказал стать! Слышите? Это говорят заводы Одессы! Они празднуют нашу победу! Вот подлинные хозяева нового города! Я знаю, вы будете копить силы и злобу, вы будете вооружаться, вы даже попытаетесь перейти границу! Что ж, попробуйте! Но предупреждаю! Всякий, кто окажется на нашей земле с оружием в руках, каждый, кто посягнёт на нашу землю, так в ней и останется! Бойцы! Готовцы! Вы взяли Одессу честь вам и слава! Теперь дальше! Вперёд! Бойцы! Ты на nächsten��릴 еды! Убыви! Бойцы! Убыви! КОНЕЦ КОНЕЦ